Шалом! Мы продолжаем с вами законы шаббата. Так, для разминки мысль, чтобы у вас крутилась. На ближайший контроль нам вы мне напишите определение каждой работы из первых 11 малаход. Подготовьтесь, чтобы не было потом ой, но я как собачка Павла понимаю, но сказать ничего не могу. Хотите, я вам приведу несколько примеров, может быть вы догадаетесь, какое на самом деле определение. Мы сейчас переходим к 11 малахе, которая завершает Седерапад, который мы начали с посева, вспашки и так далее, и дошли в итоге до варки. Мы в Ашель варят. Какое у нас идет определение этой работы? Исправляете еду с помощью огня? Почти всегда вещь, которая твердая, она размягчается и становится более съедобной. Иногда это может быть наоборот, яйцо наоборот, мы берем жидкое и оно твердеет. Что? Мы сейчас остановились на 7 мая в прошлом году. Варили. 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 Можно перезаписать. Потом проверим. И в принципе, когда мы говорим с помощью огня, то имеется в виду любая тепловая обработка. Это может быть жарить на сковородке, это может быть жарить на огне, это может быть варить в воде или в масле или в чем-нибудь другом, в другой жидкости. Это может быть выпекать, то есть температура от огня идет через воздух. Это может быть горячее копчение. Все они будут у меня по определению варкой. Цена? Холодное копчение варкой не будет, хотя там есть дым. Но там нет у меня тепла от огня. Поэтому там у меня варки не будет. Это важно будет в кашруте с точки зрения того, можно ли кушать рыбу холодного копчения за границей. Если я точно знаю, что это кошерная рыба и она сделана фабрично, как рыба холодного копчения, ответ будет, нету в ней не еврейской варки. Почему? Это не варка. Приготовление, да. Точно так же, как можно взять засоленную рыбу, если я точно знаю, что это кошерная рыба и она сделана фабрично. Я специально, подчеркиваю, сделана фабрично, потому что в домашних условиях у меня и нож, и подставки и все прочее будут все портить. На фабрике, если у меня делают лосося в этом цеху, то ничего другого в этом цеху не делают. И вся посуда помыта и так далее, и там кроме соли и самой рыбы никаких проблем нет. Мы возвращаемся, для чего нужна была варка при построении храма? Выварить краску из зернышек во время храма. Зачем она нужна была? Для того, чтобы делать хлеба, который мы делали каждую неделю. Правильно? Какие у нас есть варианты? Мы сказали, афия, бешуль, тигун, цлия. Афия это выпечка, бешуль, варка. Тигун, жарко на сковородке. Цлия жарко на огне. И так далее. Есть один момент, который мне сказали. И он достаточно важный. Это мешать. Если у меня стоит сейчас на платье кастрюля с челтом, который я поставил перед шабатом. Перед шабатом я могу поставить, если это челт, который с мясом, я могу поставить абсолютно несваренный челт. Мне не нужно, чтобы он был свален на 100%. Мне не нужно, чтобы он был маахаль бендросай. Спор Рамбама и Рашина на треть или на половину. Он был сырой, непригодный для еды. Почему челт или хамин, как его с Фарадим называют, кушают утром. И поэтому до утра она точно приготовится. Но если сейчас человек взял и кастрюлю с челтом, после первой трапезы помешал, то он сделал варку деурайта. Почему? Почему это варка деурайта? Секунду. Он ускорил процесс. Он ускорил процесс. Он ускорил процесс. Он сейчас сделал действие, которое ускоряет процесс. То есть, другими словами, он сделал процесс. Я выбираю слово ускоренное. Он сделал процесс, который запрещен деурайта. Поэтому, если у меня есть варка в кастрюле, то это у меня запрет деурайта. Помешал недоваренную кастрюлю. Это запрет деурайта. Если она полностью доваренная, это все равно будет запрет деурайта. Потому что это выглядит, как будто ты продвигаешь варку. Все это? Когда мы говорим про огонь, то мы говорим про огонь, который извлекает человек. Мы говорим про солнце. Есть некоторые споры по поводу всяких термических источников и так далее. Будет ли это рассматриваться как огонь или нет? В принципе, больше склоняется к тому, что да. Солнце это не огонь. Если у меня солнце сварило, не производное солнце, а само солнце, то это у меня огонь. Если я взял... Кто-нибудь яичницу хоть раз делал? Удивительно. Все делали яичницу. То есть, берешь сковородку горячую, разбиваешь на нее яйцо тоненьким слоем. Даже если сковородка не стоит на огне, то у тебя уже фактически готова яичница. Если это тонкий слой. Все это? К чему я это говорю? Если взяли, разогрели сковородку на огне и сняли ее с огня и вылили на нее яйцо. Я специально беру яйцо, потому что оно одно из наиболее быстро приготовленных. Вылили яйцо. Это варка. Деурайта. Вы скажете, но огонь уже нет. Нагрев был от огня. Если я сейчас говорю про сковородку, которую я не израильской зимой, а израильским летом выставил на солнышко. На улице и так 40 градусов, а на солнышке сковородка просто раскаляется. Градусов до 60-70 она спокойно может дойти. И я сейчас в эту сковородку вылью яйцо. Она будет чуть-чуть менее горячей, чем сковородка, которая нагрелась на огне. Но этого, в принципе, хватит для того, чтобы... Этого хватит для того, чтобы оно было готово. В море вообще есть такой смешной вариант готовки яичницы. То есть нагревается платок, выливается туда яйцо и кладется снова так этот платок на солнце. Доходит в течение там нескольких минут готовая яичница. То, что ты сказал в песке, это запекают яйца в песке. Тоже вариант, который приводится в море. Песок или платок, которые приводятся в море, они нагреты от солнца. Если в них сварить, это будет запрещено дерабанан. Потому что этот же песок и этот же платок можно нагреть с помощью огня. И мы не знаем с помощью чего, точнее мы знаем, но можно спутать с помощью чего это было нагрето. Поэтому если это солнцем нагрето, это будет все равно запрещено. Разрешено будет только если нагрето с помощью самого солнца. То есть мы взяли холодную сковородку, разбили туда яйцо, выставили это на солнце и она у нас, честно скажу, она будет скорее не пожаренная, а подвяленная. Но она будет готова и кушать его все равно можно будет. Все равно? Когда мы говорим о производных этой млахи, то одна из производных это разогрев металла. Когда разогревают его до красна. Видел такое? Очень часто в фильмах. Очень часто в фильмах. Я понял, а в жизни? Может быть. Ни разу не видел лампочку накаливания. Я думал, что ты уже, ты все-таки в 20 веке родился, а не в 21. Эй, Лазар, можно сказать. Я не помню. Хотя я думаю, что на Украине не хватало. Даже войска распилилили. Не пою. Я думал, спрашивали про большие металы, поэтому начал справляться. Разницы нет. разницы нету и то и то у меня будет производной варки цена причем производной до райта снова таки есть еще несколько вещей горшки делали хоть раз обжигали горшочки но это более редкое явление поэтому здесь вполне возможно что пока вы этого не делали в израиле скорее всего будете делать без радужем с детьми и потому что здесь это один из кружков которые делают керамику и потом их обжигают поэтому вполне возможно что или делать или видеть будете цена еще один вариант снова таки не совсем израильский вернее не совсем современный но найти можно что такое дрова все знают что такое мокрые дрова после этого дождя много много мути мало мало тепла почему в тот момент когда влажные дрова они горят очень плохо один из вариантов приготовить дрова к использованию это просушить их просушить огнем то есть рядом с огнем выставляется или на самом деле это может быть ты развел небольшой огонь и над ним поставил в несколько деревяшек чтобы они просушились они вначале просушатся и после этого ты кладешь в тот же самый огонь и они у тебя прекрасно горят это у меня тоже будет запрет производная от варки цена с точки зрения роббекон есть сегодня напишите что есть урок и мой и через 20 минут роббекон и теперь мы разберем с точки зрения практической и еще некоторые правила которые с этим связаны когда мы говорим про варку какая температура у меня считается варкой и отцу летит отдергивающаяся рука какая часть руки и должна дергиваться где самая чувствительная кожа будет здесь и здесь разницы не будет просто я согласен что на сгибе здесь у них практически один и тот же уровень чувствительности я не слышал что кто-то наливался сюда или сюда здесь тоже чувствительно все честно скажем значит но неудобно наливать себе подмышку или на локоть конечно немножко удобнее но тоже не совсем нужно закатывать рукава и так далее капнуть сюда легко почему в таком случае не пальцы это очень сильно меняется от человека к человеку есть человек который так сможет взять 45 градусов есть человек который так сможет взять 50 градусов а есть который 60 градусов 70 кроме йогов я думаю уже никто не возьмет но тем не менее снова таки я не знаю насчет йогов какая у них чувствительность здесь не знаю но подозреваю что в любом случае это не то место которое тренирует ладони ступни те места которые привычны к контакту с чем-то поэтому они в любом случае мне немножко врут цены снова таки если будет 40 градусов я почувствую что здесь горячо меня будет обжигать нет я почувствую что мне горячо знаете когда этим пользовался очень много когда маленьких детей кормить если маленьких детей кормить там нужно чтобы не было горячо то есть если там будет 40 градусов то это уже ребенку будет обжигать это будет очень плохо поэтому проверяется в принципе когда мы говорим про 45 градусов большинство людей 45 градусов почувствует тем что они возьмут в руки некоторые скажут ой я уже держать не могу некоторые скажут я могу конечно держать но горячо почувствует и тот кто может держать тоже я достаточно хорошо держу температуру я буду это чувствовать цена есть споры на самом деле что такое я целый этот в гаморе это не приводится в комментаторы говорят тут 40 до 70 градусов разные версии сегодня наиболее распространена версия которую сказал который записал равной борт шмират шабат кель хаттаб и который идет по мнению его учителя рашлому залман ойр баха который сказал есть у нас кошерные животные птицы слышали таких до перечислить можете быстро раз два три четыре пять шесть сразу последняя строчка мне уже говорит у утки температура будет 45 живой поэтому мы говорим в любом случае она явно не сварилась значит это температура который еще не варит немножко спорный момент потому что когда мы скажем про утку возьмите курицу полейте куриное мясо кипятком из чайника никто никогда не делал а значит на самом деле если вы покупаете в магазине тонкие тонкие подчеркиваю шницели куриные то вы их кладете по одному в тарелку выливаете туда кипяток который только закипел и можете спокойно кушать полностью готовой шницы без сковородки очень диетически кстати говоря если чтобы вкуснее потом посолили поперчили спокойно можете кушать вообще не нужна ни сковородки ничего чайник полил и шницель у вас готова шницы смотри мясо у тебя полностью сварится если там были жучки паучки значит они сварятся вместе с ней мы же покупаем мясо которые уже обработаны разве нет 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 ты имеешь ввиду просолены просолены обработка 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 но снова таки если ты тонкий шницель польешь кипятком он у тебя полностью становится готовым мгновенно но это тонкие то там два три миллиметра если вы возьмете сантиметр понятно что он не сварится так когда мы говорим про курицу полейте и и верхний слой у нее конечно чуть-чуть затвердеет но она намного более тяжелая для варки ей нам нужно больше температуры и ее нужно дольше держать кто готовил утку не готовили я понял значит тот утку когда готовят это намного более сложный процесс и и как правило намного больше обрабатывают там не знаю лимоном уксусом или чем-нибудь чтобы она стала мягче плюс ее нужно дольше готовить температура здесь тоже играет роль но снова таки я просто привел что не все здесь однозначно даже когда мы берем мнение 45 градусов цена потому что сказали это еще живое это еще живое не и вообще не сворачивается нету не это животное кошерную который самого большая температура не кошель на меня не интересует про 60 градусов не слышал но нет таких но а холодные есть горячих очень я не знаю но снова таки может быть если у утки 45 может быть у какой-нибудь птицы будет 48 месяц на тут я не могу сказать ничего это нужно у зоологов или орнитологов спрашивать если они такое золото что если сегодня через науку можно вывести другой температуры изменили царя лоха по поводу температуры они определяют что настоящая лепература другая естественно что изменится я сказал что есть разные подходы есть подход который говорит 40 градусов есть подход который говорит 42 его реже говорят есть подход который говорят 70 градусов и во многих местах мы даже когда мы говорим 45 то мы устражаем на 70 цены есть такой момент 70 градусов это уже начинают бульбочки идти у воды это еще не полное кипение начинается уже как бы самое самое такое начало кипения 100 градусов это уже перешло в газообразное состояние цены 70 градусов у тебя начинается первые так сказать подвиги поэтому понятно что до 70 градусов когда мы говорим про варку то важно сказать что у меня есть варка после варки и варка после выпечки то есть варка которая идет тем же самым процессом здесь мы должны разделить жидкое и твердое по подавляющему большинству мнений в практически по нашему строительству собственно говоря нет варки после варки в твердом жидком большинство говорит что нету варки рамбан говорит наоборот большинство говорит есть варка надп olmam говорит нету варки в жидком варке-послеварке. Для чего это актуально, если мы говорим про жидкое? Прежде всего, для того, можно ли разогреть шаббат суп. Если тем, кто идет по Рамбаму, можно. Сфарадим, идут по Шухонаруху, нельзя. Часть йеменцев идет по Шухонаруху, часть идет по Рамбаму. Те йеменцы, которые идут по Рамбаму, абсолютно спокойно разогреют суп. И даже можно размешать? Насчет можно размешать? Ты имеешь ввиду, если не делать нагис. Вопрос упрется на самом деле, если он густой или жидкий. Если он густой, то нельзя. Если он жидкий, то физику учил, броуновское движение, слышал? За счет этого, если это жидкий суп, то температура там распространяется более-менее равномерно. если это у меня не жидкость, а очень густая жидкость. Пусть даже у меня есть, там много жидкости, но у меня снизу лежит картошка, шмартошка, мясо такое, мясо всякое. Поставил ложку, стоит. Но жидкости много. Оно будет совсем неравномерно распределяться. И поэтому, если я там помешаю, то это однозначно будет мегис. То есть запрещенное размешивание. Цена? Но если это у тебя жидкий суп, где есть там болтаются три картошки и луковица и одна морковка на вот такую кастрюлю, то понятно, что у тебя никакого мегиса уже здесь не будет. Цена? Спасибо. Определение варки. Потом запишу. Если у меня есть твердая еда, самый классический пример шницель, пожарили шницель. Можно его разогреть или нет? Можно. На свадьбу мы разогревали. Шаббат. Он же готовый. Он готовый. Он твердый. У нас все равно будут условия, которые вы должны будете выучить, и они у вас должны будут отлетать от зубов. Или зубы будут отлетать от них у кого что. Но без этого невозможно. Цена? Должны все знать, как разогреть пищу в шаббат. Даже если сегодня это только там на свадьбу разогревали. Когда вы будете не в Ешиве, то дома каждый шаббат вам нужно будет кушать горячую еду. там была форига и все. Нет. А что еще? Сейчас расскажем. Рис можно разогреть? Да. Соус к рису можно разогреть? Нельзя. Если жидкий. А соус бывает твердый? Что происходит с густым, когда ты его разогреваешь? Он стает жидким. Правильно. Но изначально он твердый? Изначально он был жидким. Потом он загустел. И если ты его сейчас нагреешь, то он обратно станет жидким. Поэтому этот вопрос возникает, к примеру, ты сделал рыбу. И у тебя там было много подливы. И очень часто, смотря какая рыба и так далее, у тебя рыба, особенно в холодильнике, опс, и плавным движением превратилось в холодец. И ты прекрасно знаешь, что если ты сейчас поставишь эту секундочку, эту мисочку, этот поднос с рыбой на плату, то рыбой основной начнёт там плавать. Хвостиком вилять. Даже если хвостик отрубили. Отстранять тоже нельзя в холодильнике. Можно. Так это не ты с удобной не заинтересован. Однозначно вопрос здесь стоит. Однозначно вопрос здесь стоит, будет ли у меня здесь запрещенное отделение или нет. два часа до еды можно затратить. Значит, в тот момент, когда мне это необходимо, то есть не заранее. И с точки зрения того, что у меня сейчас оно является фактически как кожура. Оно у меня сейчас превратилось, грубо говоря, в кожуру. Я могу это... я могу это снять. На самом деле понятно, что лучше это сделать до шаббата. Тогда сразу добавлю, в любом случае часть этого холодца останется на рыбе. я не должен снимать так, чтобы у меня ни капельки не осталось, как я уже рассказывал, по-моему, в прошлом году, что когда я здесь на кухне разогревал курицу, каждый раз напускала сок. Я пришел к Раву, Равентебе, Рав Посек. Говорю, Рав пускает сок. Какая она? Сухая она. Не сухая? Она не твердая? Она пускает сок. Она говорит, я тебе расскажу секрет. Я говорю, какой? Он говорит, если она вообще не пускает сок, не кушай, зубы сломаешь. Не кушай что? Зубы сломаешь. Так что Рав Посека надо слушать, правильно? И что, разрешил Рав? В смысле разрешил? Он мне сказал, если она вообще не пускает никакого сока, не кушай. Так особый будет вариться. Беседер, сейчас меня интересует то, что я разогреваю курицу. Вопрос, здесь есть два маленьких нюанса, которые я добавлю. если мы говорим про то, что это выпускается чуть-чуть, не знаю, жир обычно это, или какая-нибудь подлива, холодец, что такое холодец, за счет чего он стоит? За счет жира. Значит, если мне этот жир нужен, чтобы оно не сгорело, то я в нем заинтересован, но чисто, чтобы оно не сгорело. Без проблем. Можно. если я ставлю столько, что там у меня оно будет много, и я хочу это потом использовать как подливу, проблема. То есть, если человек говорит, рис будет сухой, ну какая проблема, я в него налью подливу из курицы, получится, что он специально разогревал что? Подливу. жить, цена? Можно вопрос? Я тут читал, что мы делаем ту работу, которая может привести к запрещенной работе. разогреваем курицу, и слева курица в курице и получается, что мы уже разогреваем жидкое. Если ты заинтересован в этом жидком, да, эта проблема у меня есть. Если я в нем не заинтересован, то я говорю, это какой-то боковой процесс, который меня вообще не интересует. И даже если он случайно происходит, то я это не подразумеваю, плюс есть мнение, что это вообще не запрещено и так далее, и так далее, и так далее. Мне это не важно. Цена? А можно вопрос? Да. По поводу заинтересованности. То есть если я употребирую так же, как разогрел, так же употребую, тут же интересованность не говорим. что такое употреблю, но заинтересованности нет. То есть ты не заинтересован, но ты полил рис. Если полил рис, то, наверное, ты показал свою заинтересованность. все было, то разогрело, поставил, разогрело, то же что не заинтересован, так же все было. Ты имеешь ввиду, если там много подливы? Не важно вообще, какая-то там подлива. Нет. Это именно и важно. В том-то и дело, что именно это и важно. Если у меня есть капелька подливы, я в ней чуть-чуть заинтересован, но не в качестве еды, а в качестве того, чтобы оно не сгорело. То есть оно меня как еда не интересует вообще. Если же у меня там, я знаю, что я хочу в рис или в пюре налить несколько ложек этой подливы, то это проблема. Если там осталось чуть-чуть, я не думал, осталось чуть-чуть и в итоге съели, ничего страшного. Первый раз. А второй раз я прекрасно понимаю, что в этом заинтересованы. Меседа? Вижу. Варка после выпечки, если у меня приготовлено через воздух, самый простой вариант. Суп кушайте. Дают вам суп? Редко. На шабет. Редко. Крутонин к супу дают или шкидай марак. Суп не горячий. Сухарики? Сухарики. Если у меня есть сухарики, то они прошли выпечку. Если у меня есть суп, то это варка. Если у меня суп горячий, очень горячий, то у меня возникает проблема варки. Сына? Если вы берете суп и спокойно можете съесть ложку, без того, чтобы сидеть и дуть на нее полчаса и потом обжигаясь ее есть, тогда даже это у меня называется варец. Если я беру спокойно ложку, кушаю, он теплый, приятный, хороший суп, я могу туда спокойно насыпать эти сухарики. Если он горячий, алиф ответ нельзя, бет ответ по поводу третьего сосуда поговорим потом. Мы сейчас идем к рамбегону. Определение варки повторяю для опоздавших. Определение варки термическая обработка температуре 45 градусов с помощью огня. С помощью огня, да? И размещение пищи. Что было еще? Исправление еды с помощью огня. Исправление еды 45 градусов. Ммм? Спасибо большое. Субтитры